Значит, мы здесь обсудили, для того, чтобы вы могли получить зачет, вам нужно прочитать книгу и на одну страничку написать эссе. Книга нелегкая, но я прошу просто ее прочитать. Причем хочу, чтобы вы обратили внимание, что именно от вас я хочу. Значит, прочитать книгу, напишите там фамилия ваша и так далее. Потом вы должны написать, сколько страниц вы прочитали. Честно. От этой книги до какого времени? До какого времени? До пятницы понятно, что вы не успеете. Ну давайте, например, к концу следующей недели вы… То есть у вас будет неделя. Думаю, хватит вам недели? К концу следующей? А так я с нами еще следующей недели. Нет, я не буду с вами в следующей неделе. Я буду в следующей неделе с Сашей с нами. Ну к концу следующей недели вы должны будете прочитать и сдать… Краткую что? Комментарии? Один листик, на котором будет написано ваша фамилия, и вы скажете, сколько страниц вы прочитали. Комментарии не надо? И книги, комментарии, ну конечно же. Ну небольшой как бы. То есть о чем вы читали? Своими словами просто о чем вы читали. Можете написать… Это такое, пусть будет небольшая критика такая, или что вам понравилось, или что вам не понравилось. Вы запомнили, да? Да, да, да. Ну как бы что вы там… Сколько страниц вы прочитали, что вам понравилось в этой книге, что вам не понравилось в этой книге. Может быть что-то вас впечатлило, знаете, там особенно. Может быть что-то нет, да. Книга, да, она идет… Она не роман, понимаете, да? То есть она такой богословский языком, поэтому… Ну это нормально. Да. Поэтому нужно… Ну как бы она не читается так, как, знаете, как читается какая-нибудь художественная литература. Вот. Но она читается как учебник, конечно. То есть ей надо проработать? Ее надо просто прочитать. На самом деле нужно просто принять решение, сесть и прочитать. Мы уже говорили, помните с вами, что очень важно принимать решение. Да. Вот. Дело же не в этом. Просто оно не сложнее. Да, я уже начал читать, но интересно. Очень интересно. Просто самое главное, чтобы оно в будущем, в новом годах, приезжать после чтения. Понятно, не начнется, не запомниться на раз 10 и удачи дальше. Ну, просто вы будете как бы в курсе, знаете, представления о разных каких-то вещах. Хорошо. Давайте на этом закончим наш разговор. Значит, мы вчера остановились с вами… Мы сейчас разбираем три основные, да, такие ереси, которые присутствовали в Новом Завете и с которыми, можно сказать, ввели полемику авторы новозаветных посланий. Значит, мы говорили вчера об иудействующих, да? Ну, у меня вопрос… Что-что? Хорошо, да. У меня вопрос связанный вот с чем. Так кто же такие иудействующие? Об иудействующие. Но вчера мы… Конфликт между христианами, которые вернулись с язычниками. Ну, так называемые, с еринов, которые были греческими язычниками. Это как-то иудивейные, которые стали христианами, то есть создавали конфликт между христианами, которые вернулись с язычниками. И они говорили, что надо обрезваться, если не обрезать обрезание. Хорошо, все правильно. Одну только мысль я не услышал от вас. По поводу иудействующих, какую я именно мысль не услышал от вас в данном случае, это вопрос, связанный с тем, что почему они настаивали… Они защитники ГУСКВЕРа. Почему они… Не совсем точный ответ. Почему они настаивали, чтобы в действительности язычники обрезывались и соблюдали все постановления? Потому что они это тоже делали. И они говорили, если они приняли веру, то что должны это соблюдать? Это все как бы объяснение, но… Это все сопутствующие вещи, о которых вы говорите. Есть одна главная мысль. Почему именно в данном случае с ними Павел очень так активно вел борьбу? Потому что они считали, что рождение имеет основную задачу. Мы говорили, что они умоляли жертву Христа. Вот, это уже ближе. Весь смысл заключен в том, что в их понятии недостаточно получалось было жертвы Христа. Для того, чтобы иметь отношение с Богом, нужно было также еще и обрезываться и следовать всем постановлениям, которым они следовали. Понимаете, да? То есть Христос, да, они его приняли как мессию. В действительности они уверовали, приняли как мессию. Но их идея была заключена в том, что все равно для того, чтобы иметь эти взаимоотношения с Богом, для того, чтобы иметь эту праведность, нужно продолжать следовать всем постановлениям. Понимаете, да? В этом была проблема. Поэтому есть. И сегодня эта проблема, я уже говорил вчера, не хочу как бы сильно много к этому возвращаться, сегодня эта проблема также возникает среди мессианских общин, в результате чего мы имеем определенные нервозные взгляды со стороны наших братьев из церквей. И это все связано с тем, что появляются люди, которые говорят, что необходимо следовать всему этому. Но основная идея заключается в том, что в итоге это следование, обрезание всем традициям, обрядам и так далее, как бы смещает с центра мессию и замещается этим. Понимаете, да? Происходит смещение. То есть в том отношении, что можно ли сегодня обрезываться и соблюдать обряды? Можно. Можно. Но. Но при этом мы должны помнить, мы при этом должны помнить, что это никаким образом не отразится на наше спасение. Это никаким образом не сделает нас ближе или дальше в отношениях с Богом. Да, может быть, это может нас дисциплинировать, там еще как-то и так далее. То есть это, но это есть основное. Что спасение мы получаем через веру, через мессию Иисуса. И что все взаимоотношения с Богом можно иметь только через Него. Все остальное это может быть как сопутствующее. Может быть, даже помогающее в чем-то и так далее. Поэтому есть, знаете, и в христианстве достаточно много сегодня различных каких-то правил, постановлений и так далее. То есть которые на самом деле в разных деноминациях могут исходить по разным, знаете, стандартам и так далее. И многие особенности, когда начинают спорить, спорят именно об этих вещах. Как вы поклоняетесь, как вы поете, а вы не поете и так далее. То есть причем учитывать надо то, что это не является догмой, да, в отношении того, что это не является важным в отношении спасения. Понятно, да? У каждого есть своя культура. Ну хорошо, не хочу возвращаться к вчерашнему. Просто хотел точно увидеть, что вы осознали и поняли, о чем шла речь в отношении иудействующих. Значит, сегодня мы будем говорить еще о двух ересях. Это антиномизм и гностицизм. Антиномизм. Вначале поговорим об этом. Антиномизм. Я дам некоторые определения, потом мы еще будем больше говорить, шире. Какие-то вещи мы будем повторять в процессе рассуждения нашего сегодняшнего. Значит, что же такое этот антиномизм? Чрезмерное пренебрежение законами Старого Завета. Да. Чрезмерное пренебрежение законами Старого Завета. Знаете, я принципиально говорю Старый Завет, а не Ветхий. Потому что Ветхий — это то, что уже сегодня не нужно. Это вообще используется, видите, в русском языке и только. Причем это выражение, которое… Обижают евреев, если мы с ними говорим. То есть в любом случае это вообще неправильное выражение на самом деле. Ветхий Завет. Поэтому Старого Завета. Более того, знаете, мое мнение, что, например, для верующих из тех, которые пришли из неевреев, для них вообще не существует Старого Завета. Ну, в том отношении у них нет и Нового Завета как такового. У них есть Завет. Понимаете, да? Потому что на самом деле, если мы говорим о Новом Завете, то это мы можем говорить только в отношении именно израильского народа, в том смысле, что у них был Старый Завет и потом был Новый Завет. Понимаете, да? Потому что в Еремии 31-й годе так сказано, что я дам вам Новый Завет. Но если мы говорим о других народах, то у них не было Заветов с Богом. И для них это может быть Новым Заветом, Первым Заветом и так далее. И в конце концов он себя все равно включит в целостности. Потому что без Старого Завета нету Нового Завета. Понимаете, да? Хорошо. Значит, еще раз. Антимонизм — это чрезмерное пренебрежение законами Старого Завета, проявлявшееся или практически под видом мнения, что возрожденный человек не нуждается ни в каком внешнем законе. так как все его поступки хороши. или же теоретически в учении, что человек евангельским учением приведен к покаянию, и поэтому ему не нужно изучение Старого Закона. мы несколько определений можем записать, а остальное вы записываете, знаете, то, что вам, ну, будет, ну, интересно, да? Значит, чрезмерное пренебрежение Старого Завета проявлявшееся под видом мнения, что возрожденный человек не нуждается ни в каком внешнем законе, так как все его поступки хороши. Или теоретически, в смысле проявлявшееся, да, в учении, что человек евангельским учением приведен к покаянию, и поэтому ему не нужно изучение Старого Закона. Вчера после нашего рассуждения над иудействующими, да, и рассмотрением деяния 15 главы у многих возникло много вопросов, знаете, с этим вопросом. Например, услышал я вопрос по поводу, связанный с тем, что, так что, с кровью кушать нельзя, вот. Потом вопрос, так какое к нам отношение вообще имеет Старый Завет? Ну, в данном случае ветки, да, говорили, ну, Старый Завет. Так что нам нужно следовать действительности сегодня каким-то этим правилам и постановлениям и так далее. То есть много возникло вопросов, ну, и это хорошо, что есть вопросы. А? Ну, свининку мы не будем трогать. Вот. Значит, смотрите. То есть о чем здесь идет речь? Это речь идет о том, что люди, которые пришли к покаянию, да, через Мессию Иисуса, получили прощение о своих грехах, и в конце концов, осознавшись, что в действительности они все это получили по благодати и милости Божьей, и что закон теперь над ними не имеет власти, они стали говорить, что если мы живем по благодати, и все нам прощается, то в результате зачем нам нужен нравственный закон Старого Завета? Это означает, что если есть сегодня такая благодать, которая покрывает все наши грехи, то мы смело можем жить свободно и вольно в том отношении, хочешь, прелюбодействуй, хочешь, кради, хочешь, бери еще что-нибудь. То есть потому что все позволительно тогда. Вот это была как бы такая основная идея вот этого антиномизма. И знаете, первое, где мы можем увидеть сразу же выражение, это во втором послании Петра, вторая глава 17 по 22 стих. Основные стихи 18 и 19, которые говорят именно об этой проблеме. Кто там готов прочитать 17 по 22 стих, пожалуйста. 17, 22, 2 Петра, 2 глава 17 по 22 стих. Это безводные источники, облака им и мглы, гонимые бури. Им приготовлен брак вечной тьмы, ибо произнося надутые пустословия, они улавляют плотские похоти и разрад тех, которые едва отстали от находящихся заблуждений. Обещают им свободу, будучи сами рабы тлением, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждается ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается поверная пословица. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет для валяться в грязи. Я понимаю, что вы неоднократно слышали этот рывок с писания, но читали, надеюсь, сами тоже. И обычно, когда мы слышим об этом рывке писания, то о чем говорят? Ну, преподносится этот рывок с писания с какой целью обычно? Обрешить как бы так. Чтобы, ну, это гречники иногда, чтобы они снова не грешили. Правильно? Наставить, да, чтобы повторно не было, повторно не было. Обычно говорят, что центральный реабилитационный, типа, пёс возвращается в свою блевотину, когда уходит из программы, падает, возвращается и так далее. Ну, то есть идея заключена в том, что, часто говорят так, что Пётр говорит об опасности отступничества. Слышали так, да, такое выражение? И в действительности можем сказать, что Пётр говорит здесь об опасности отступничества. С одной из них. Но с другой стороны, можем увидеть, что он обращается и говорит здесь именно об этом антиномизме, в том смысле, что он здесь рассказывает нам о том, что есть люди, видите, ибо произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. То есть это не просто, и речь идёт о каких-либо там грешниках, язычниках и так далее. Да, получается, если конкретно говорить о тех, которые принят. Понимаете, да? То есть здесь речь идёт уже о тех людях, которые уверовали в Мессию Иисуса и стали себя называть христианами, да, или последователями Мессии, мессианскими евреями, или просто христианами. И вопрос идёт именно о том, что он обращается в данном случае именно конкретно к этим людям. в том смысле, что они уверовавшие, что они делают? Ну, в общих словах, они что, сами возвращаются к грехам, да? И кроме этого, они ещё и других понуждают к тому, да, и учат тому, что можно, в принципе, возвращаться к старым своим грехам. К грехам или к плоским похотям и так далее. Давайте чуть-чуть более, может быть, подробно тогда рассмотрим. Он их сравнивает здесь, да, что они как безводные источники, как лёгкий туман, что они просто гонимы шквалом ветра. То есть, другими словами, что это такие учителя, которые, знаете, сравнивать, если их с колодцем, это колодец, который пуст. То есть тот, который ничему научить не может. И в итоге, если человек пробирается через пустыню и видит, наконец-то, колодец, приходит к нему, а там нет воды, это была его последняя надежда, и он умирает. Образно говоря, как бы он, говоря о таких учителях, говорит о том, что они на самом деле пусты, их источники пусты, потому что они ничего не могут дать к тому, чтобы человек мог жить. А всё их учение, оно приводит к тому, что в результате человек идёт только к погибели. И нету никакого продвижения у него к истине, нету никакого продвижения у него к тому, чтобы иметь в действительности новую, возрождённую, хорошую жизнь. Потому что в итоге их учение, оно, знаете, представляет собой высокомерие и тщеславие. И что здесь самое важное, что мы должны обратить внимание, что христианская свобода очень часто бывает чревата опасностью. В том смысле, как, что мы уже говорили, эти люди предполагали, что если они имеют такую благодать над грехом, то это означает, что им дозволено всё, и они могут всё. Поэтому, например, Павел в послании Галатам говорит в 5 главе 13 стихе «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». И Павел подчёркивает, да, что христиане действительно, они призваны ко свободе, но в то же самое время они не должны пользоваться этой свободой как поводом к тому, чтобы угождать свои плоти. Потому что наша плоть, она всегда будет желать чего-нибудь такого особенного. Поэтому и Писание говорит, что мы имеем постоянное, да, столкновение между плотью и Духом. Потому что Дух желает одного, а плоть, она желает противоположного, да, она желает удовлетвориться, насытиться, она желает того, что часто бывает грехом. И мы видим, что также и Пётр, знаете, он в первом послании во второй главе 16 стихе говорит, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. То есть он подчёркивает нам, что когда мы имеем свободу, эта свобода должна не служить тем, чтобы в результате прикрывалось зло, которое мы делаем. Потому что это очень важный момент в результате того, что если мы совершаем зло, и в то же самое время мы говорим, мы христиане, мы спасённые люди, то мы лицемеры, мы обманщики и так далее. А вот эти лжеучителя, они предлагали людям свободу. но это была свобода, так сказать, в их понимании, свобода, которая говорила о том, что ты можешь свободно грешить, сколько тебе в этом угодно. И знаете, сегодня, конечно, многие люди, сразу мне приходят мысли такие, что многие люди, которые находятся в мире, встречаясь, вот брат недавно один там у нас новообращенный, свидетельствовал, он работает в одной государственной структуре, и он говорит, ну, он сказал, что он верующий, что он примирился с Богом, что он христианин и так далее. И первое время над ним стали, так, знаете, шутить. Так, вот, ты в какую-то секту попал, ты то, ты это, как бы так, по-разному. Потом они увидели, что это всё серьёзно, то есть, что это, знаете, не какая-то минутная слабость, что это не шутка, что в действительности человек стал меняться, резкие изменения такие, он не остаётся в их обществе, когда они пьют, он перестал курить, знаете, то есть там они не слышат от него плохих выражений, и они стали на него смотреть более серьёзно, как бы, потому что там нужно предпринимать некоторые вещи, которые, знаете, ну, противозаконы, и он говорит, я готов делать любую работу, копать, копать, пожалуйста, если нужно, там, ну, это так, условно, потому что он там занимает положение, он говорит, ну, не предлагайте мне ничего делать противозаконно, я не буду это делать, и это их ещё приводит в большее замешательство, но, знаете, с одной стороны интересно, что начальство смотрит на него с определённым уважением, и ему перестали предлагать какие-то такие варианты, где нужно вот как-то себя так вести, непонятно, но с другой стороны, например, он говорит, ну, они меня попросили подежурить там на 31 число, там, на этот Новый год, говорит, ну, не в ночь, а там надо было в течение дня дежурить, вот, они сказали, ты же всё равно не пьёшь, он говорит, хорошо, я, пожалуйста, я останусь, подежурю, там, и так далее, или какие-то такие ещё моменты, знаете, то есть там, вот, но при этом, при всём вдруг появилось такое интересное мнение, когда они уже осознали, что ничего не может его как бы достать, да, то есть они уже его ничем не достают, они стали ему говорить, ну, ты же на самом деле не свободный человек, он говорит, почему, ну, вот мы свободны, мы захотели, пошли налево, захотели, выпили, захотели, покурили, захотели, украли, и, знаете, я подумал, что в действительности их взгляд, он подобен, хотя это просто неверующие люди, да, это обычная, как бы, позиция неверующего человека, но насколько она похожа на взгляд и на эту ересь, которая была вот этот анимизм, да, аномизм, то есть в том отношении, что мы уверовали Христа, он покрыл нас своей благодатью, и в результате мы сегодня свободны в том отношении, что мы можем свободно делать все, что нам приходит в голову, и в действительности свобода же не в этом, свобода заключена в том, что ты имеешь выбор и право не делать то, что делают все, что ты имеешь выбор и силы для того, чтобы не становиться под иго греха, да, а быть на самом деле свободным от того, чтобы сказать, нет, я это не буду делать, потому что я подчиняюсь воле Божьей, и я свободен от того, чтобы не грешить. Итак, в итоге один римский философ, стоик, имя которого Синека, сказал такие слова, самое худшее рабство быть рабом самого себя, самое худшее рабство быть рабом самого себя. И Петр здесь, в действительности, знаете, в этом отрывке, он показывает нам, что эти лжеучителя были на самом деле сами рабами и пытались своей такой вот, ну, как бы, предполагаемой свободой всех остальных людей, которым они проповедовали, что можно быть свободными, таким образом они на самом деле вовлекали этих людей в рабство. И здесь в основе этого всего лежит ересь, которая делает благодать оправданием греха вместо силы и призыва к великодушию. Петр говорит тоже важные слова, что если они уже познали правильный путь Христов, а потом отпали в такую ересь, то это еще хуже для них. И в итоге они подобны человеку, знаете, из притчи, которую говорит Иисус, Евангелие от Матфея 12 главе 43-45 стих. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда говорит, возвращусь я в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и войдя, живут там, и бывает для человека от того последнего хуже первого. Так будет и с этим злым родом. И в действительности, знаете, в конце концов мы можем видеть, как люди, которые, познавшие Христа, даже сейчас можно говорить и об отступничестве, конечно, в этом контексте мы можем видеть и то, и другое. Хотя его направленность была именно высказана в отношении вот этих лжеучителей, которые призывали к тому, что можно жить такой произвольной жизнью, произвольно грешить, наслаждаться, удовлетворяться и так далее, то есть, чтобы плоть была удовлетворена, потому что духовно по благодати ты свободен, по благодати ты спасен. Что Петр интересно здесь говорит, это о том, что если человек жил без Бога и живет таким образом, то это еще не такая последняя трагедия. На самом деле намного страшно и худше в том смысле, что если человек уже познавший Бога и в результате этого возвращается к этой греховной жизни, в которой он жил. И здесь эти знаменитые слова, которые Петр использует из 26 притчи 11 сиха, где он говорит, что свинья вымытая, будучи вымытой, идет валяться в грязи. Другими словами, что люди, которые были искуплены кровью Мессии Иисуса, были омыты этой кровью, стали чистыми, они в итоге возвращаются в тот же грех, в котором они пребывали и раньше. И знаете, что самое ужасное? Что обычно эта ситуация, возвращение их в прежнюю жизнь заключена в тем, что они поглощаются еще в большее и худшее состояние. Не знаю, у меня есть такая история, как я помню. С нами служил один брат, его звали Саша, и где-то половину своей жизни он просидел в тюрьме. у него отец просидел всю свою жизнь в тюрьме и они имели, ну, сидели в тюрьме, когда последний срок он сидел свой, перед тем он уверовал в тюрьме и отец его сидел в той же тюрьме и он умер там в этой тюрьме. И вот в этот момент он там уверовал. Как он выражался, он пострадал за Христа, там его там избили там и так далее, то есть разные вещи. Вы знаете, при этом он 14 лет был наркоманом в такой серьезной системе и когда вот это он освободился, 10 лет он служил Богу так, знаете, верно, искренне, изо дня в день, так, все, он посещал больницы, там, ходил туда, ходил здесь, везде служил и так далее. когда он освободился из тюрьмы от употребления наркотиков, у него выпали все волосы на теле вообще полностью, то есть не было волос. Короче говоря, через некоторое время, когда он уже уверовал, прошло какой-то этап времени, у него стали расти волосы, вот, то есть он все время свидетельствовал, что Бог являет такое чудо в его жизни, происходит восстановление там в его организме и так далее. Но прошло некоторое время и знаете, он, все началось с того, что он всего-навсего обманул. Ну, там была такая простая ситуация, нужно было, ему там попросили сделать одну работу, связанную с евангелизацией, и он сделал, знаете, у него не получилось сделать столько, сколько там он ожидал, и он в результате пришел и сказал, что он сделал больше. Там раздавали трактаты, и он раздал меньше трактатов, чем он ожидал от себя, и он пришел, сказал, что он раздал эти больше трактатов. На следующий день он не смог раздать опять эти трактаты, и он опять обманул, а потом произошло, что каждый раз куда-то эти трактаты откладывал, у него получилась целая гора этих трактатов. И он увидел, что он не может с этим справиться, что он их раздать не может все, а он каждый день говорит о том, что он их раздал, и так далее. И он взял эти трактаты и выбросил в мусор. А одна женщина, которая увидела, что в мусоре валяются эти трактаты, взяла их, собрала и принесла их нам. И знаете, это было всего лишь начало его падения. И после этого очень большой скоростью он стал падать. В конце концов он вернулся к наркотикам. его бывшие друзья из блатных, они ему говорили, у него была такая кличка дворник. Они ему говорили, дворник, слушай, ты когда был святой, так ты же был человеком, а сейчас ты похож на собаку. Может тебе стоит вернуться и говорить назад туда, в твою церковь? Да, представляете, люди неверующие уже говорили ему. Я помню, встретился здесь с ним на Дерибасовской, снова ему свидетельство, говорил Саша, надо к Богу вернуться, попросить прощения, покаяться, чтобы Бог тебя восстановил. Он такой, да, да, я все понимаю, но нету силы. И знаете, в следующий раз, когда я его уже увидел, через короткое время, у него снова выпали все волосы, у него стали вываливаться зубы, на плече образовалась большая такая раковая опухоль. И еще через короткое время его зарезали. Эта история, она очень, знаете, сильно подчеркивает то, что здесь говорит Петр. в отношении того, что не стоит возвращаться в ту греховную жизнь, в которой ты жил до этого. Потому что в действительности вопрос не просто, что ты будешь жрать это дерьмо, в котором ты был раньше, а вопрос в том, что ситуация с тобой будет еще гораздо хуже. понимаешь. Конечно, наверное, многие могли бы рассказать много историй таких, вот, но из этого стоит только вынести один урок, что ты был призван ко спасению, не поворачивай с моей головы назад. Есть такая хорошая фраза «только вперед». Двигайся только вперед, потому что впереди есть хорошие взаимоотношения с Богом. Это отклонение от нашей темы очень хотелось. Итак, мы еще вернемся к этому антиномизму, когда будем говорить из некоторых других посланий. Еще один вариант этого антимонизма был предметом антиномистерического, антимистического спора во время реформации. И проблема была в том, что даже сам Лютер хотели проповедовать благовествение об искуплении людей единственно посредством веры. при этом они как бы забыли о требованиях нравственного развития. И в результате, знаете, они все равно вернулись к тому, что для человека нужен нравственный закон, что нельзя оставить старый закон вообще, потому что нравственное положение старого закона, оно сегодня характеризирует и показывает нам, как нам вообще жить. И поэтому вначале, когда, знаете, Лютер был впечатлен от того, что, и вдохновлен, когда он прочитал послание к римлянам и понял, что верою жив будет человек, он как бы забыл о нравственной части закона, но потом вернулся к ней опять, потому что осознал, что этого недостаточно. Так же должна быть нравственная жизнь. Следующая ересь, о которой мы сегодня говорим, это гностики. Это то, что, наверное, больше всего на слуху, больше является такой слышимой частью, что вот гностики, гностицизм и так далее. В переводе с греческого языка имеет значение это слово познавание, узнавание, и знание. Познавание, узнавание и знание. Анастицизм это синкретическое религиозное учение. Синкретическое религиозное учение. Даю вам объяснение, что такое синкретическое. Религиозное учение, да. Значит, синкретическое это означает соединение разнородных вероучительных и культовых положений в процессе взаимовлияния религии в их историческом развитии. Соединение разнородных вероучительных и культовых положений. Ну, можно на этом бы остановиться, но если вы хотите полностью определение, чтобы понимать. Соединение разнородных вероучительных и культовых положений. Ну, культовых положений. То есть, что в культе является различным положением. Пункт 1, пункт 2, пункт 3. В процессе взаимоявления религии в их историческом развитии. В процессе взаимоявления религии в их историческом развитии. все понятно. Хорошо. Значит, когда мы говорим о гностицизме, то есть, это синкретическое религиозное учение, которое объединяет в себе воззрение греческой философии, иудейского богословия и восточных религий. То есть, поэтому оно синкретическое, потому что оно в себе объединяет несколько видов различных религиозных учений. И сделает такой микс. еще раз. Объединяет в себе воззрение греческой философии, иудейского богословия и восточных религий. Аминь. 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 Значит, это учение, оно дуалистично. Дуалистично. Если мы говорим о дуализме как о теологии, то это когда, знаете, означает, что есть убеждение, что существует два соперничающих друг с другом Бога. Это дуализм. И вот гностики, их учение, оно дуалистично. Означает, что существует два соперничающих друг с другом Бога. В данном случае имеется в виду, что существует, мы сейчас это будем рассматривать, что есть как бы источник добра и источник света. То есть в этом отношении источник зла, источник добра. Ну, это можете не писать, мы сейчас будем это все рассматривать, просто сейчас перемена.